Игры Go Ну, Go Спрашивают, гражданская оборона, что ли? Рассказывают такую древнюю китайскую легенду Однажды высоко в горах Жил, ну, постигая мир и себя Жил отшельник, лесоруб Вот он слева на картинке И однажды он возвращался к себе в лачугу С лесанкой дров И на своей тропе встретил двух старцев Которые играли в какую-то странную игру Он подошел поближе И увлекся Начал пытаться понять Разобраться в этой игре И когда он увидел, как черные и белые камни По очереди выставляются на доску Он Ну, ему показалось, что Перед ним протекла вся жизнь Все прошлое и будущее А когда игра закончилась Старцы встали, поклонились друг другу И исчезли Отшельник, он, когда Ну, отошел И вышел из этого глубокого созерцания Вернулся к себе в деревню И не нашел знакомых лиц Оказалось, что игра его так затянула Что пока он наблюдал за ней Волосы его успели посидеть А рукоятка топора сгнила Речь идет об игре Го Игру Го Изобретение игры Го Приписывают князю Ву Китайскому Который изобрел китайские иероглифы Некоторые историки полагают Что игра Го Изобретена индийскими математиками Которые в третьем Тысячелетии до нашей эры Изобрели эту игру И потом оттуда она уже попала в Китай Так или иначе Традиционно считают, что игра Изобретена в Китае И затем она уже оттуда покорила Японию Став обязательным искусством самурая Затем вызвала настоящий бум в Корее И относительно недавно только пришла в Европу Давайте я расскажу про эту игру Чтобы было попроще понять, о чем будет речь Я приведу аналогию с шахматами Про шахматы точно все слышали Хотя бы на уровне правил В шахматах интересно то, что игра начинается с Доски, которая полностью заставлена фигурами Ну, в смысле, все фигуры шахматные выставлены на доску От пешек до ферзей И в процессе игры идет целенаправленное разрушение Построение соперника С одной единственной целью захватить короля Вот эта идеология, скажем так, западная Она там очень хорошо, там на западе, очень хорошо прижилась Та идеология, что если тебе кто-то мешает Если нужно, ну, если кто-то доставляет тебе неудобства Можно просто избавиться от него, уничтожить И это повсеместно там проявляется и в политике, и в бизнесе, и даже в быту В бизнесе, например, всем известен такой прием, как демпинг Когда монопольная компания, если ей мешают конкуренты Она может взять, сильно понизить цену на свои продукты И просто так, конкуренты, если будут продавать по такой же цене Они просто не справятся, потерпят крах И будут вынуждены уйти из рынка А потом монополия может обратно взвинтить цены обратно Вот эта западная идеология Я ставлю ей в противоположность Вот эту восточную философию игры ГО В ГО начинается игра с пустой доски Вот эта доска, 19 на 19 линий И в процессе игры черные и белые по очереди выставляют камни на доску Которые уже никогда по ней не перемещаются Выставляют камни на доску и в процессе игры Цель своими камнями оградить как можно больше территории доски То есть в конце, например, игра может выглядеть вот так Позиция на доске Вот вы видите, что слева и справа белые Оградили какие-то кусочки А сверху и снизу черные Вот эта вот идеология, когда цель Это не разрушить соперника всеми правдами и неправдами А мирно соседствовать, сосуществовать И почти поровну поделить территорию Может быть чуть-чуть больше, чем соперник набрать Это и лежит в основе вот этой игры В этой игре, правда, не обходится и без файта, да, без сражения Например, такой одинокий камень, пока он стоит на доске и вокруг нет никаких камней соперника Ему ничего не угрожает Вокруг него, вот вы видите, четыре свободных пункта А когда потихонечку начинают вокруг него появляться камни соперника И однажды занимается последний свободный пункт То камень с доски снимается и попадает в плен И такие пленные камни тоже приносят очки Но это уже является скорее таким побочным продуктом игры То есть это просто, скажем так, инструмент Это не цель Цель все-таки это захват территории Вот так, например, может выглядеть игра Позиция в конце игры Вот я на маленькой доске привел пример Вот видите, что черные справа, сверху, например, да Захватили кусочек территории Там 11 пунктов свободных, если подсчитать И слева, снизу они еще захватили 10 Итого 21 А белые сверху получили 4 И снизу 10, да, 11, 15 И, возможно, в центре вот был камень съеден Видите, такой окружен одно пересечение Этот камень тоже прибавляет одно очко Вот так заканчивается игра Производится подсчет И у кого больше хотя бы чуть-чуть, тот и победил Вот в этой игре интересно то, что Компьютеру игра еще пока не поддалась Это единственное на сегодняшний день Из популярных вот таких подобных игр Ну, как шахматы, го, в которые компьютер еще не побеждает Самого сильного человека Потому что здесь разнообразие вариантов настолько велико Чтобы представить, я вот такой пример подготовил Вот представьте, насколько сложна игра шахматы Насколько сложна многообразие там вариантов различных Вот если шахматы, вот эта сложность, многообразие Представить в виде песчинки Одной песчинки обычно И если взять всю вселенную Вот видимую ее часть Я залез в справочник, посмотрел размеры, посчитал Если всю вселенную заполнить этими песчинками Это все равно будет меньше, чем сложность игры ГО Но это не антиреклама игры ГО Чтобы вы не боялись Это не значит, что вас только раз сложнее думать Чтобы больше в нее играть Но, например, интересно то Вот посмотрите на картиночку на эту Слева снизу, видите, так Камни расположены так плавно, аккуратно Так, в виде такой плавной линии А справа сверху они так расположены Неказисто, угловатые Странно немножко, да Вот интересно, что чем красивее формы такие камни Тем они на практике оказываются более эффективными То есть, играя над такими формами, как слева снизу Можно добиться большего успеха в игре Это тоже такой забавный факт Также в ГО присущи такие человеческие качества Как терпение, может быть отсутствие жадности Например, жадный игрок он никогда Жадный человек, имеется в виду Никогда не станет хорошим игроком И вот подобные вещи, которые совершенно странным образом Влияют на наше решение, да, по выбору хода Они пока непонятно как Но очень успешно конкурируют с компьютером Вот на этом кадре, например Слева программист французский Который придумал одну из самых успешных программ Которая играет в ГО Ну, в смысле, чемпион среди компьютерных программ По игре в ГО И вот против нее играет Профессиональный, ну, посредственный Профессиональный игрок высшего уровня Вот, но Пока безуспешно Программист там нервно Он посматривал то на доску, то на ноутбук Только не смотрел на мастера Вот мастер спокойно выиграл все партии От всей души вам желаю познакомиться с ГО И, возможно, уже навсегда ей увлечься Вот этой самой пленительной игрой в мире Спасибо